Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос задает пользователь с именем Жанна. Довольно небольшой, короткий вопрос, но от этого не менее важный, от этого не менее значимый, скажем так. Итак, вопрос звучит следующим образом. Не могу справиться со страхами и неуверенностью. Боюсь потери близких, нестабильности и серьезных отношений. Такой вопрос задает нам человек. И, соответственно, давайте посмотрим, что бы мы могли на этот вопрос ответить. Во-первых, что нужно отметить? Что, собственно, нет самого вопроса. Вот. Самого вопроса нет. Как такового вопроса нет. Есть просто постановка перед фактом нас, что вот есть такая вот проблема. Что человек не может справиться со страхами. И что человек боится потерять близких и боится нестабильности и серьезных отношений. И, собственно, все. О чем здесь идет речь, например. Да, то есть о чем здесь, ну вот, в принципе, может идти речь. Про что? О чем весело. А вот здесь речь идет про то что? А вторую вопрос, к которым я буду обращаться. На мой, скажем, скромный взгляд нужно обратить внимание на то, что без других людей вы себя как-то не очень хорошо видится, слышит и понимает. Вы без других людей не чувствуете в себе, скажем так, силы и желания может быть жить. И соответственно вам нужны другие люди для того, чтобы вы могли на них, на людей опереть. Но поскольку вы, например, знаете о том, что в данном случае ничто не вечно, поскольку вы знаете в данном случае, что вы можете этого лишиться, я имею ввиду поддержки других людей, то у вас постоянная тревога идет в том смысле, что себя нужно защищать. Постоянно нужно делать какие-то действия для того, чтобы себя защитить. Постоянно нужно совершать какие-то усилия, поступки для того, чтобы себя убезопасить. Вот. Ну а поскольку не всегда понятно, что нужно делать, не всегда понятно, как нужно делать, не всегда понятно, ну, собственно, в общем угрозы, да, то, естественно, вы находитесь в постоянной, можно сказать, тревоге. И возникает, конечно, вопрос, что в этом случае вам нужно и можно сделать. Но в первую очередь я бы предложил посмотреть в сторону того, чтобы больше обращаться к себе, чтобы больше, так скажем, полагаться на себя. Вот. В данном случае конкретно мне кажется, что вы этого не делаете. То есть в данном конкретном случае мне кажется, что вы на себя не полагаетесь. В данном конкретном случае мне кажется, что вы привыкли в общем и целом больше полагаться на других людей. Да? Но не на себя. Вот. И вам это очень мешает. Поэтому здесь я бы смотрел в сторону того, чтобы потихонечку, да, в максимально безопасной для себя обстановке, в максимально безопасной для себя атмосфере. Учиться операция при совершении каких-то действий, при продвижении своей позиции на себя. Для этого нужно себя узнать. И для этого необходим, конечно, опыт. Опыт, я бы сказал, ну, это самый опыт опоры на себя. Вот. Который в данный момент у вас отсутствует. Опыт опоры на себя – это и, конечно же, вопрос личных границ. Это вопрос вашего личного пространства. Да, это вопрос выбора. Это вопрос ваших ценностей. И так далее. То есть это вообще-то очень ряд таких вот достаточно важных, я бы сказал, личностных моментов, которые как-то вот с вами связаны. И о которых, и на которые вы не обращаете своего внимания на данный момент. Вот. Ну, либо, либо потому что не привыкли, вот, обращать вот. Либо, соответственно, у вас был какой-то опыт негативный, в который, вот, ну, как-то, знаете, достаточно серьезно, ощутимо на вас повлиял так, что вы, вот, по большому счету перестали видеть для себя возможность опираться на себя. Вот. Понимаете, да, о чем идет речь? Вот всему этому, мне кажется, вам нужно научиться. И, конечно же, сделать это лучше с помощью психолога, психотерапевта, безусловно. Вот. Другой вопрос, как бы, заключается в том, конечно же, хотите ли вы этого? То есть хотите ли вы этим заниматься? Хотите ли вы этим, над этим, так скажем, работать? Потому что если вы в этом направлении двигаться, вот, как-то не хотите, да, то, ну, возникает, конечно, в таком случае, да, ну, достаточно, ну, логичный, как мне, по крайней мере, кажется, вопрос, да, вот, что, что вам в таком, вообще, вот, случае нужно, да? Вот. Поэтому, здесь вот такой момент. На что вам, в первую очередь, нужно обратить свое внимание, здесь, в данном случае. Вам здесь, в данном случае, нужно обратить внимание на следующее. А именно. Вам здесь нужно обратить внимание на то, что для вас интересно. Что вам интересно вообще. Что вам интересно, что вам нравится, что вас вдохновляет. что напротив, что вам не нравится, не интересно и вас не вдохновляет. И, хотя бы для начала постараться заметить, чем одно отличается от другого. В чем разница между этими двумя вещами. Замечаете ли вы, например, когда вам что-то нравится и как вы об этом говорите? Замечаете ли вы, например, что вам не нравится и когда вы об этом говорите? Следующий момент. Как вы обращаетесь со своими чувствами? Как вы обращаетесь со своими переживаниями? Как вы обращаетесь со своей злостью? Как вы обращаетесь со своей нежностью? Как вы обращаетесь со своей любовью? Как вы обращаетесь со своим стыдом? Как вы обращаетесь со своей благодарностью? И так далее. Вот все эти вещи очень-очень важны, и мне бы хотелось, чтобы вы на это обратили бы свое внимание. И именно с этого начинается, условно говоря, ваша работа. Работа, которую делать необходимо, если мы хотим вам помочь. Следующее, что еще важно в данном случае сказать, что еще в данном случае важно донести, скажем так, до вас. Пожалуй, важно сказать точно, что вот страх потерять близких равно как и страх перед, ну так скажем, некоторым, ну дискомфортом, который может быть. Вот страхи перед этим, они возникают не случайно. Они возникают потому, как вот в данном случае мне кажется, что человек, вот это в данном случае вы, подавляет, так скажем, свою агрессию, да, подавляет свои желания, подавляет свое недовольство чем-то. Вот. Но если вы, условно говоря, этим занимаетесь, если вы, условно говоря, это практикуете, то ситуация заключается именно в том, что в этих страхах, ну как бы вот аккумулируются ваши, я бы сказал, не выраженные эмоции, не выраженные эмоции, не выраженные желания. Например, чтобы человек, с которым вы могли, ну, общаться, да, чтобы человек, допустим, ну, по отношению к вам, вот, стоял бы несколько дальше. Чем он, допустим, находится сейчас? То есть это некоторое такое желание подвинуть человека немножечко на задний план. Да, это такое вот некоторое желание, такая некоторая потребность, значит, донести до человека, что он к вам как-то вот, ну, подошел, может быть, слишком близко. И, по большому счету, мы здесь говорим про агрессию, которую вы, вероятно, также не привыкли выражать. Да, как бы, то есть вот у вас, ну, есть какое-то недовольство, вы боитесь его высказывать. Вот, это вопрос именно вот того, как вы в данном случае обращаетесь со своими чувствами. Это вопрос того, насколько вы искренне при взаимодействии с другими людьми. Вот, соответственно, то, что хочется вам сказать. Вот, прямо здесь и все. Вот, вот, в принципе, с этого и нужно начинать работу. Дальше уже будет несколько более понятно, как вам можно помочь и что можно вообще для вас сделать. Вот так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.